Всем привет! Я решил сделать это видео, потому что это прикольная игра получилась. Так, начнем. Е2 и Е4, как всегда, открытый дебют. Атакуем пешку, они защищают ее. Так, слон. Атакуем вот это вот. Ну, хотим атаковать вот это вот поле и, может быть, сделать вилку. Что так висит? Вроде ничего нет, а висит все равно. Так. И он защищает вот это вот поле. И называется этот дебют, оказывается, Anti-Fried Clever Defense. То есть, не анти-жаренная печень защиты. Защита против жареной печени или анти-жаренная печень. Так. Ну, конечно, сюда я больше не могу похотеть, потому что они защитили это. Поэтому смотрим дальше. Я решил рокироваться. Так. Они решили выйти конем. Я тоже конем. Съели, съели. Так. Ну, вот тут, да, когда еще дебют четырех коней и когда хотят из дебюта четырех коней сделать итальянскую, ну, что-то похожее на итальянскую партию, да, и выставляют сюда слонов. Слона, то есть, белые, ой, черные могут сделать вот такую вот вилку. Сейчас он ее сделает. Так. Я съел. И тут вот сюда пешкой и получается вилка. Пешку взять нельзя, потому что она заходится под защитой ферзя. И вот такая вот вилка. Ну, так как я у него уже съел коня, то, может быть, это как бы нормально. Я убрал. Он съел. Конем некуда отходить, поэтому назад. Так. Назад. Он вытаскивает ферзя сразу и атакует, получается, вот это поле. Ну, и вот это тоже. Хотя здесь, по-моему, он особо ничего не может сделать. Я сразу открыл горде, как угрозу на ферзя. Он отошел, я съел. Он пошел сюда. Так. Я пошел так. Я пошел так, потому что я еще хотел дальше двинуть эту пешку, может быть, и чтобы разменять ее и открыть вертикаль ладья. Так. Отходим к королю. Так. Он уходит. Здесь я пытался связать коня для того, чтобы потом пойти конем вот сюда и съесть вот эту вот пешку, и чтобы конь не мог двигаться. И одновременно была бы хорошая атака на ферзя, ну и на коня. Ну и можно было бы куда-нибудь сюда двинуться. Поэтому я попытался его съедать. Но он дракировался. Поэтому это ничего особо мне не дало. Но и все равно пошел так. Он убрал слона, потому что он был без защиты. Я съел коня. Так. И тут я сделал атаку на ферзя. Так, он убрал ферзя. Я съел пешку. А, вот здесь вот этот был. Take back. Это я взял ход назад, потому что сначала я, получается, двинул вот эту вот пешку вот сюда. Забыв, что у меня вот этот конь без защиты. То есть просто так. И потом я, короче, сделал, попросил ход назад видеть. И он разрешил мне. Спасибо. И, короче, я съел вот это. И он пошел пешкой сюда. Ну и я съел. Он съел. Я поставил шах. Он ушел. Я съел слона. Он съел коня. И тут я готовлю слона вот сюда для того, чтобы атаковать вот это вот поле. Ну и надо сделать потом ферзем атаку вот сюда тоже, чтобы поставить мат. Но, как вы видите, слон здесь полностью атакует. Поэтому вот это поле для ферзя недоступно. Но он может пойти вот так и вот сюда. Что мы и увидим. Так. Он сюда, я сюда. И он сюда. Кстати, вот здесь я не знаю, почему он так походил. Наверное, он, скорее всего, не видел то, что ему грозит мат вот здесь. Может, он подумал, что я просто для контроля вот этой горизонтали поставил сюда ферзя. Не знаю, короче, он не заметил, кажется. И мат. Вот такой вот прикольный мат получился. Спасибо за внимание. Вот. Вот. Вот.